Наташа, пока ждем вопросик, можно? Ага. Вот ты рассказывала, скажите, до перерыва. Ага. Вот смотри, возникает, там получается, как сначала благодарность, снимается капсула, да, там расслабляется даже... Капсула после нежности снимается. Да, после нежности. Это же самое просто. Если она вначале снимется, это будет капец. А потом бабушке и возникает впечатление этого. Я запомнил, готов, не кайфа. У меня, знаешь, какая-нибудь стыковка в голове? Получается, зажимы расслабляются. Если этих зажимов нет, то бабушка не должна возникать. Бабушка возникает, а она тебе не задевает. Не должно возникать раздражение на бабушке. И получается, если возникает раздражение, то зажим получается просто не до конца снят. То есть он как бы усиливается этой бабушкой. Да. И все, да? Это механизм. Ну да. Вот такая бабушка сидит, она как будто к тебе подходит, такая, аааа, и тыкает в тебя пальцем. Аааа, и ты идешь там еще полчаса. Расстрелял давно уже? Так, все уже. Все тут, ада? И чего? Ты воды налей, да? Нет, воды много. Я старался. Теперь чашку не поднял. Ну и чего? Вы что, все смотрится на меня? Ай-яй-яй. А можно вот, вот, все живое? Морковка живая, вода живая. Как можно здесь живое? Ротом. Ротом и молча. Ротом и молча. Ротом и молча. Ротом и молча. Нет. Нет, он с кем-то не прошел. А ты сказал бы эту поводу, когда еды рулят. Ты ешь, ты перемешиваешь молекулы. Чего ты секретов это любишь? Погоди. И будет или другая жизнь, которая на ответ тебя как-то будет помочь? О, мы знаем. Это принципиально для нас. Нет. Может, не отвечать. Нормально, да? Не ты говорил про вопрос? Нет. Нет? У меня глюки, да? Нормально. Про морковку? Про морковку? Когда ты чувствуешь все живым, ты понимаешь, что ни морковка не умирает. Никто-либо еще не умирает. Это как один большой пластилин. У тебя тело из пластилина, и ты сидишь и жрешь пластилин. Только называешь это морковкой, собакой, лошадью. У меня собака. Я к примеру. Ты же не называешь? Чего ты такой честный пластилин? Пока нету, пока не закреплено очень глубоко в теле единство, то когда кушаешь мясо, да, то резко понижаются твои вибрации очень сильно. Просто потому, что там, не, на системе все еще присутствует, что это плохо. И мы не одно целое. И есть что-то, что меня за это накажет. Или что, какая-нибудь хрень? Это такой провокационный вопрос. Я придумаю аналогию. Можете поспать пока что. Это надолго. Давай я аналогию скажу, которую я как бы подпишу. Давай. Вот все мироздание, это океан. Мы находимся в океане все. Какая-то плотность больше, какая-то поменьше воды. То есть ты вот вода плотная, ты берешь другую воду, морковку. Все смешиваешь, и так же дальше продолжаешь жить. Так же и морковка переходит в другую. То есть она все равно все это вода. Это же насилие какое-то получается. Ну, насилие это в мозгу. На самом деле это не насилие. В голове это придумано человеку. Если оставить вот так без осознанности, то просто мы начнем жрать друг друга, да? А в том моменте, когда, например, твое тело буквально кричит о том, что оно хочет мясо, да? По какой-то причине. Ну, бывает такое или не бывает? Нет, наоборот. До духовной практики я осознался, что это вообще не может. А, ну все круто. Есть просто... Если тело просит мясо, то необходимо понимать, почему оно просит мясо. Поскольку тело разговаривает. Это не значит, что нужно кушать мясо, да, например. Это значит, что тело вам орет. У вас там внутри есть что-то, что нужно увидеть. А тягой к мясу оно кричит, ай, посмотри сюда, вот сюда именно. Или тягой к сладкому, вот сюда именно. Я имею в виду за тот момент, что я полностью согласна с тем, что когда ты выходишь на высокий уровень вибрации, то, во-первых, мясо впадает, и ты, если ты находишься в ситуации, когда просто невозможно, да, там пустыня, и ты помираешь с голоду, и, типа, нужно съесть кусок мяса и кого-то убить, то все равно, если у тебя высокий уровень вибраций, тебе не надо будет никого убивать, потому что включится просто питание изнутри, и все. И хрен-то окажется в пустыне в такой ситуации. Не обязательно. А вдруг ты, а вдруг по кайфу? Ну реально, вдруг по кайфу. Захотелось, да, там типа, сейчас пойдусь, я проверю. Я просто на счет того момента, что бывает, ты практикуешь, очень хочется мяса, ты не успеваешь понять, почему хочется, очень большой голод, и ты кушаешь этот кусок мяса, и чтобы потом себе не наказывать, не делать себе еще хуже, да, чувством вины, то можно понять о том, что это все одно, оно перетекает одно в другое. Сейчас просто не хватает уровня осознанности, чтобы до этого дойти на телесном уровне, по какой-то причине. Это просто к моменту того, чтобы, если будет само наказание, ненависть к себе и чувство вины, легче от этого не станет. Ну это все. Наоборот. Ничего подобного. Хищник. Я извиняюсь, конечно, пока. Он прождает маму горбот. Сзади зеркало. Сзади зеркало. Поверните, вот туда же. Он меня кушает в кубке, а ты груди. Чикарчик, пошел. Наоборот, пищеченьки мясо к нее, он не приспособленный. Да, там не 2-3 часа она вышла. Ладно, ребята, у него кишников. Давайте мы сейчас не... Слушайте, мы сейчас не за то, кто что кушает. У-у-у! Эй! Тише она в доме. Просто можно свою практику так очень сильно затупить и снизить, если еще и наказывать себя за то, что ты не понимаешь, почему тебе хочется мяса, а потом ты не выдерживаешь и кушаешь мясо, а потом при всем этом ты себя еще и наказываешь, и чувствуешь вины, и депрессия, и раздражение, и ненависть на себя, то легче от этого не становится. И поэтому, когда меня спрашивают вот такие вопросы, то если базово понимать, что все мы один огромнейший пластилин, и от этого в глобальном глубинном энергетическом смысле не меняется ничего, а меняется именно в игре, то да, ты поднимаешься полностью за это, что ты поднимаешься до питания изнутри, и не надо ничего этого, как это, не даже морковок не надо кушать. Сема про бабушек, если там слушают бабушки, хорошо, что моей бабушки нет в интернете, она не видит меня лысой, она не садится, не знает, что я в Уфе, она говорит, что мне нужно посадить под замок и никуда не выпускать. Не в смысле, что у меня шиза в том смысле, а вдруг с Аташей что-то случится, а-а-а, вы дайте ее замуж поскорее, а-а-а. Это психоанализ к моей бабушке. А бабушке сколько лет? 75 кажется. И что? И потом будешь кушать бабушку, да? Ладно, хорошо. А еще и кашляю, и вы это слышите, вот так. Сейчас как все слетит. Пока я здесь прыгаю. А, хорошо, блин, так неудобно. И что? Вот и как, это не с мясом, это вот живые люди, я к ним в заднице постоянно, то так, то так. И что мне делать? Ну, у клиников и ты соблуждаешься. Все. Какая разница? Ладно. Вот начинаете вы работать с собой, да? Можно копать до утра. Те, кто копает и работают с собой год, два, десять лет, двадцать лет, тридцать лет, сорок лет, пятьдесят лет. Не знаю, есть ли такие здесь. То этих механизмов, этих всех маленьких пониманий, их можно набирать в вот такую корзину, и можно разные понимания доставать из этой корзины, выписывать о них в ЖЖ и в стене на контакте. Их будут лайкать, будет много комментов, и вам будет казаться, я работаю над собой, я мегапрактик, ни хера подобного. Я немного сдвинутая на том, чтобы в моей жизни то, что я применяю, давало как можно более глубинный и более быстрый эффект трансформации восприятия. Не только здесь, но и телесно, иначе как бы сеть в медитации по десять лет, и в общем-то ничего не меняется, я такое не очень люблю. Люблю. Да, так вот. И что? И как? Нормально? Ну, на стула сесть, что ли? Хорошо. Я тебе о чем говорил? Напомните, пожалуйста. Я здесь, видите, занимаюсь вот так. Вы только помните? Все смотрят, как я хожу, да? В догипнотизируем, да? Я помню про инструменты, но я... А что до этого я говорил? Вы? Опять не 50 лет, да? Нет, бабушки, пожалуйста, что если тебе колентики близки ставить, то это не есть хорошо. О, это еще не значит, что это работает, что это реально практика, потому что, да, изменим мировосприятие телесных реакций. Но это не помогает мне вспомнить, к чему я это все говорил. Сейчас подождите секунду. Как это про инструменты расскажешь? Да понятно, это я тоже знаю. Наташа вспоминай. Последний стол был там нифига. Наташа вспоминайся, нифига себе не сделает. Весело, да. Да, насчет практик, вспомнила. Можно очень много копать и очень много детских ситуаций вспоминать, и даже внутриутробных ситуаций вспоминать. И будет место интересной реакции, и все будет охренительно круто. И у вас могут наладить соотношения с собой, с папой, с мамой, с видеокамерой, с бабушкой, с дедушкой, короче, с любимыми людьми. Все будет очень классно. Вы будете зарабатывать кучу денег, у вас будет семья, у вас будут дети, все будет просто в ажуре. И от этой всей зефирной ситуации акцентируется очень глубинная, капитальная, тотальная боль от разделения на сознание и тело. Знаете, бывает, все делаешь для того, чтобы все было гармонично, и счастливо. И вот много уже понял, и много отстроил, и очень все круто. Сидишь, смотришь на это, а внутри начинается тоска, грусть, печаль. И говоришь себе, какого? Все же так классно, все просто зашибись. Нет, ну реально, вот ну. Что еще жаловаться, да? Как бы все есть. Это я к тому, что можно... Ну не у всех у нас получится стать крутыми бизнесменами, заиметь семью, детей и жить счастливо, да, чтобы дойти до такого маразма. И почувствовать свою тоску и печаль. Да, и унитаз золотой. Обычно как? У нас много боли, да? Мы копаем, сталкиваемся с зеркалами, нас все выводят, раздражают. И мы копаем дальше, мы копаем дальше, мы делимся этим в интернете, мы счастливы на этот момент, мы копаем дальше, копаем дальше. И так же классно, 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 пока не доходим до какой-то очень сильной боли. Где мы говорим, а нормально, я уже полтора года копаю, все хорошо, мне и так хватит. И так устраивает. Там внутри будет невыносимая боль. То есть если раньше я трактовала боль как непонимание. Непонимание того, что ты чувствуешь, почему ты это чувствуешь, о чем говорит тебе твое тело этими состояниями. То есть не хочешь понять, каким образом ты создаешь эту ситуацию, для чего, чему ты хочешь научиться. И появляется боль. То сейчас, если идти еще более глубже и брать взаимоотношения тела и сознания, как одно целое, и это одно целое неотделимо от огромнейшего мироздания, то получается, что сейчас для меня боль, это просто очень сильная концентрированная тоска. Тоска по единству тела и сознания. Когда у вашего тела нет проблемы с тем, чтобы телепортнуться куда-нибудь в Одессу, покупаться и вернуться сюда. А сейчас есть. Сейчас есть такие проблемы, что сложно ходить, да? Очень сложно что-либо сделать бывает. Я, например, не могла смотреть долго в глаза, и у меня были приступы сильные. Я не могла слушать 2-3 ритмичных звука, или что у меня... Вот так вот если погладят, то у меня истерика и приступы от мозга через желудок, кишечник, и потом это расслабляется 20 минут от такой очень сильной электрической дуги. То есть я эти исследования, да, их написала, и ними делюсь не потому, что у меня была счастливая и сладкая жизнь, а потому что у меня была крутая жопа, вот. И у тебя что-то как-то там из неё вышло. Ну, как все люди, которые находятся в какой-нибудь жопе, они из неё выходят, потом пишут об этом книжки, да? Вот. Едет с семинарами, и смотришь на это по интернету, и думаешь, я тоже хочу жопу, я тоже хочу поехать по разным городам. Как вы их не жопу, да? Как зайти из-за этого. Как надо зайти из-за этого. Об этом ещё больше написано. Самое популярное слово жопа стало после 2008 года, когда это привычное, что классно, какой у меня ролик, какая у меня там машина, как на какой-то это собирали с вами, знали бы вы, какая у меня жопа. Вот. И эти исследования не направлены, в общем-то, не на то, чтобы вам полегчало, и вы начали копать в тебе, копать, и сделали свою жизнь зефирно, счастливой и прекрасной, а потом какой-то день поднялись утром, поняли, что внутри огромнейшая бездна, бездна этой тоски, дыры, и сделали с собой, вернее, что-либо, да? Потому что там идёт очень сильная суицидальность, когда эта боль поднимается. И вот, занимаясь всеми этими исследованиями, я сейчас всё ближе и ближе структурирую, делаю это всё проще, чтобы, как Лес говорит, ты, видимо, пишешь теорию всего, куда ни ткни пальцем, понятно, где ты находишься, что делать и куда идти. Ну вот, мне интересно, чтобы это было очень плотно, просто, структурировано, чтобы реально можно было это приложить, посмотреть, это приложить, ну и максимум ещё что-либо приложить, и всё, чтобы можно было понять, что делать, где вы находитесь и куда двигаться внутри себя. Из чего я начинаю это? Это ядро. Я создаю свою реальность, пространство своей реальности, да? То есть работая с людьми сначала по айске, когда я не могла никуда выходить, а потом уже и вживую, я сталкивалась с запретами или переносом ответственности. Запреты делали одну простую вещь. Например, если я запрещаю себе кричать на маму, то у меня рождается слепое пятно в нервной системе. Это, представьте, идёт сигнал, да? Тишина. Дальше. Вот где была тишина, это слепое пятно, запрет. Там вы не понимаете, что вы делаете, а у некоторых, у которых реально капитальные проблемы уже с болью, депрессиями и всем остальным, они даже не помнят, что они в этот момент говорят или делают. И вот эти запреты, их ли очень легко находить, эти слепые пятна. Там целые алгоритмы, я их буду чуть позже всё это разворачивать и говорить, и расписывать, и объяснять. Но вот я находила запреты и находила перенос ответственности. Перенос ответственности – это когда, например, папа меня бьёт и говорит «Я тебя люблю, это всё на твоё благо». И вот если я соглашаюсь с тем, что это любовь, то у меня в ней на системе идёт склейка, что любовь и насилие – это одна ситуация. И если мне будут говорить «Я люблю тебя», в ней на системе будет панически кричать мне о том, что сейчас возможен насилие. А если надо мной будет производить насилие, то у меня будут появляться очень интересные чувства, что мне вроде как это должно нравиться, и, наверное, это на моё благо. И всё, в общем-то, хорошо, просто нужно это принять, поблагодарить и научиться с этим жить. И вот я там находила запреты, находила перенос ответственности, слепые пятна, склеены, понятия, как это всё отражается, как это всё происходит. Структурировала это ещё проще. И нашла самообман и компромисс, это ещё глубже. То есть у каждого из нас есть свои высшие ценности. Помните себя в детстве, когда вы смотрели какие-нибудь фантастические, космические, русские, доисторические фильмы? Про электроника, да? Какие там ещё были прикольные фильмы? Когда... А? Нормально, да? Вей! Это страшный триллер! Причём здесь это, как это... Понятно? О чём ты мечтаешь с детства, а? Как там? Откройте мне третий глаз и закройте первые два, да? Это так глубоко, что? Я маю, ну... Ну как так? Ой, зеркало двигается. Мама, я четвёртые сутки не сплю, поэтому шиза. Так вот. И вот я пришла ещё глубже, да? К компромиссу. Например, у меня есть высшая ценность. Для меня высшая ценность – это свобода, внутренняя свобода. То есть, когда, например, папа меня бьёт в 14 лет, да? И говорит мне, закрой рот, перестань плакать. А для меня очень важна внутренняя свобода, и поэтому я ору, плачу и знаю, что если я сделаю то, что он мне говорит, то жить потом у меня не будет, в общем-то, смысла. То есть, у меня есть высшая ценность – внутренняя свобода. Чтобы не происходило, я буду делать то, чтобы сохранить своё право выражать то, что я чувствую. Да, вне зависимости от того, что происходит, какие обстоятельства, кто рядом и что там будет. Ну, у меня с детства, с рождения, то есть, я там родилась такая, посмотрела на этого акушера, я родилась на две недели раньше, и никто не спросил меня, хочу ли я выйти. Вот, и я родилась с такой яростью, смотрю на акушера, и думаю, я тебе покажу твою истинную природу. Я до сих пор это делаю. У меня было такое холодное, сильное намерение. Вот оно очень как-то сильно отстраивает, отстраивает до сих пор мою реальность. Акушера, акушера, 0,3 не вызывай, но уже можно начинать думать, да, я уже тоже начинаю соглашаться с этим, если сейчас я акушера буду видеть. Вот, и у меня высшая ценность, например, внутренняя свобода. И когда я разломалась на части от этого избиения, я не возненавидела себя, потому что я до последнего кричала и не делала того, что мне говорили, чтобы боль прекратилась. И вот у нас у каждого есть свои высшие ценности. Я просто подумаю, какие бы еще примеры привезти, а тут слишком драматичные. Высшие ценности, высшие ценности. Ну, например, быть может, для кого-то высшая ценность это нежность. А часто в детстве все же мне говорят, не то, не то, блин. Привезите какую-нибудь высшую ценность, ну, пожалуйста, я запуталась, я хожу по этому кафелю. Ну, не, ну, не до такой степени, ну, это же теория всего философии и Кант, и Гегель. Нее. Сейчас, подождите. Высшая ценность. Это такая штука. Справедливость. А чем многие раньше справедливости готовы. Убить, да. Это какая высшая ценность? Скорее, тоже какая-то независимая внутренняя. Гармония, может быть. Вобода, и не погадывается. Ну, любовь, да. О, это ядро всего, да. Давай любовь. Сейчас, подождите. Сейчас, 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 походите, походите. Это что такое? Массажик, это будильник. Например, у меня есть мечта. Я мечтаю трансформировать мое тело так, чтобы я могла есть все, что я хочу, спать везде, где я хочу. И при этом мне не было ни холодно, ни жарко. И холодно, и жарко, и при этом мне не было бы от этого больно. Короче, моя мечта, да, там, это, квантовое сидяющее тело, ну, и такая штука, да. Вот, и у меня есть мечта. Как будто так, сейчас, подожди, подожди, подожди. Вот это моя мечта. Это все классно. Все, 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 все. Вот. Вот я стою здесь, и вон там моя мечта. В общем-то, нет, все-таки не так. Как же так? А, вот отсюда, да? Блин, я опять к тебе задний застрелил. И вот отсюда до моей мечты. Очень прямая дорога, да? То есть раз, два, три, четыре, да. Но. Если у меня, например, есть высшая ценность, верность своей мечте, то, например, сидит красивый парень рядом, да? И мне пофигу. У меня есть верность моей мечте. Я без нее жить не могу. Я без нее дышать не могу. Не важно, какие тут красивые парни. Я иду, иду. Иду, 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 иду. Да и пофигу. У меня есть верность моей мечте. То есть у меня есть ценность. Верность моей мечте. Я прихожу такая, да, все круто. Ну, там парни сами отстраиваются. Вот. Или, например, у меня есть одна из ценностей – осознанность. То есть я не так быстро приду к своей мечте при этом. Например, у меня нет верности к моей мечте, да? Ну, моя высшая ценность – это осознанность. То есть я вот четко понимаю, вот. У меня есть мечта, да? Это как звезда. Она маяк. У меня есть, там, например, 20-30 лет жизни. Ну, ладно, 50, если мне повезет, да? Если очень хорошая генетика – 92, да? Дедушка у нас долго живет. И я понимаю. Так, хорошо. Это вот все зеркальная комната, да? Есть теория печенек, что если что-то происходит, то все говно все равно во мне, и начинается с меня, и заканчивается на мне. Поэтому смотреть нужно только в себя. То есть я это понимаю. Я понимаю, что вся фишка в осознанности. Сейчас я быстренько все пойму. Видите кафель, да? И на каждом перекрестке есть понимание, которое приводит меня именно к моей мечте. Раз, 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 раз. Легко я просто реализовалась. Вот. Однако, есть у меня, например, ценность-осознанность, но нету ценности верность. И вот я работаю такая на собой, быстренько так смотрю, так, ага, по отражению, смотрю внутрь себя. Вот у меня есть моя мечта, я ее осознаю. Я понимаю, что происходит. Раз, понимание. Да, как в этой, в игре такой бонус. Опять там происходит ситуация, я такая, не отвлекаюсь. Вот моя мечта. Сейчас я все осознаю. Ага, вот моя боль. Ты-ты-ты. Пинь. Еще раз там. Пинь-пинь-пинь. Проходит там полтора года. Вы уже прямо вот-вот чуть-чуть-чуть осталось. Но верности мечте нету, да? Есть осознанность, а верность нету. И тут проходит красивый парень мимо, да? И это делается так вот. Вы видите, куда я вернулась, да? Я этого не замечаю. Знаете почему? Просто потому, что вот моя мечта – это сто процентов. Сто процентов этой звезды. Вот в нем есть, например, 25% от этой звезды. Этого еще нету в моей жизни. И хрен его знает, будет ли, да? Дойду ли я туда? Верности нету. Помните первый вариант? А пофигу, какие там пацаны. У меня есть, ну что-то, вот это классно. А здесь нету этого. Есть осознанность, да? Я понимаю. Вот здесь поняла, здесь поняла, здесь поняла, здесь поняла. Здесь осознанности не хватило, потому что у меня включилось сердечное и сексуальное влечение. Да, она такая, о-о-о-о-о-о. А, привет. Привет. Вот. Я понимаю. 25% от этой звезды уже здесь есть вот оно, воплощенное, живое, да? А там 100%, но этого еще нету. И неизвестно будет ли. То есть как там, лучше синица в руках, чем журавль в небе, да? И я такая смотрю и думаю, ладно, если 25, сделаем что? Ну, сделаем же 100, правильно? Я же хочу мечту реализовать. Вот. А тянет меня сюда. Так вот, про высшие ценности. Есть осознанность, есть верность своей мечте. Давайте, можно сказать, преданность своей мечте, да? То есть что бы ни происходило, если у меня есть осознанность и есть преданность моей мечте, то у меня это два огромнейших мегаинструмента. Во-первых, я постоянно смотрю внутрь себя. Что бы ни происходило, если мне не нравится что-то снаружи, если мне не нравится что-то в себе, я ищу внутри себя, а не говорю, это все из-за вас, это все вот вы это сделали, да? Это твоя вина, ты его, знаешь ли, проявился в моей жизни, теперь вот моя мечта, а ну нафиг его теперь у меня не то, что я хочу. И у меня начинается ненависть к себе за осознанное променялого нереализованной стопроцентной мечты, да? На реализованную 25-процентную мечту. И потом классно, да, мы там, что там, встречаемся, женимся, дети у нас появляются, а 25% как было, так и осталось, только неудовлетворенностью у меня уже на все 75. И вот здесь вот самая сильная ненависть к себе проявляется именно когда мы осознанно меняем свою мечту на маленький кусочек реализованный или просто на чужое внимание. Это бывает еще в детстве, когда, знаете, многим говорят, да, хватит разговаривать с гусеницами, которые ползают по тротуару. Это никакое не внеземное существо. Да? Здесь мечты начинают разрушаться. То есть до этого вывели такие, ааа, это да, 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 ты точно, ты какую-нибудь там созвездие лебедь, точно в тебя на лице написано. Лебедь, вот, и ты ползешь, и этот вот живой, живой тротуар, как это называется, не подоконник, не подлокотник, как этот бордюр, да. И вот гусеница ползет по этому бордюру, и для вас это целое космогония на улице, да, в этом маленьком, в этом маленьком, там, не знаю, полметра квадратных туда-сюда, это огромнейшая космогония для вас. Вот гусеница, вот бордюр, вот вы, вот огромнейшее живое мироздание. Это невероятно. Ни один нормальный ребенок с вами дружить не будет, да, при этом. Потому что вам, в общем-то, никому не надо, вот есть все, что нужно. Да, подходит, говорит, я сейчас это вот наступлю на нее, перестань на нее обращать внимание, да, вот это разводить в театр, и тогда мы возьмем тебя в свою компанию, мы будем тебя вводить по всяким закоулкам, ты будешь с нами бухать и курить, а еще мы будем звонить там в дверь и убегать, а еще мы заставим тебя сделать всякую хрень, за которую мы, типа, будем тебя уважать, и ты будешь самым крутым, только перестань верить в то, во что ты веришь. Хватит. Его самая огромнейшая ненависть к себе возникает именно в моменте осознанного отказа от того, во что вы верите всем сердцем, на чужое внимание. Или на то, чтобы мама, там, не знаю, перестала ругаться, или папа перестал бить, или чтобы у вас было где спать. Есть причина, по которой осознанно меняешь мечту на что-либо еще, соглашаясь с тем, что Вселенная от вас этого хочет, да? То есть она не хочет, типа, чтобы вы были счастливы, чтобы вы реализовали свою мечту и просто, не знаю, горели огнем, и пульсировали в пространстве, пробуждали сердца проходящих гусениц из других стивилизаций. То есть выбирая вместо своей мечты чужое внимание более безопасную, стабильную ситуацию, вы соглашаетесь с тем моментом, что Вселенная хочет, чтобы вы страдали, да? Иначе бы она такого не сделала. Почему так происходит? Почему они просто не могут со мной общаться, а я могу верить в свои мечты? И тогда получается, Вселенная не понимает меня, она меня не слышит. То есть я хочу в это верить, я просто закрываю эту мечту внутри себя, да? То есть я говорю, да, конечно же, и наступаю на эту гусеницу. Не знаю, есть ли такие люди в зале, которые сталкивались с такой ситуацией, когда необходимо буквально разрушить свою мечту как доказательство того, что вы больше не будете этого делать, неважно, это в детстве или в подростковом возрасте происходит. Катя, например, ты влюбляешься в девушку или в парня, а с тебя все ржут и говорят, не знаю, там, короче, высмеи ее или унись ее или его перед всеми, и мы поймем, что ты как бы с нами. Я просто не очень в этих социальных штуках, поэтому такие не очень распространенные, может, примеры привожу. Потому что, да, это единственное место, где есть связи и можно там… Вот, и понимаете, вселенные мироздания созданы так, чтобы вы очень просто раз, два, три, четыре, пять пришли к своей мечте, стали с ней одним целым, реализовали ее, пылали этим огнем и двигались дальше. Нормально так. Если это мечта… Если это… Мечта в сердце, которая горит огнем, это то, если убрать это из твоей жизни, пропадет мотивация жить, пропадет… Вообще смысл просыпаться утром? Ты очень четко… Нормально. Я сейчас говорю о ненависти и боли. А? Блин, терминология – это просто полная задница у меня. Ум, личность, еще что-либо. Вот смотри, именно здесь вот я и говорю, что вот в этом моменте не воспринимаешь, что это все одно большое живое мироздание, которое о тебе заботится, говорит, да вот, дойди свои долбаных четыре шага, пойми и сделай то, что тебе необходимо сделать. То есть ты родилась, например, с какой-то целью, да? Дойди пять шагов, сделай это, все для этого делается. Но есть внутри, например, неискренность к себе. Конечно, часть вселенной, но ты же создаешь свою часть вселенной? Ты вот сюда просто пришла или тебя принесло ветром? Ты выбрала сюда прийти? Тогда ими не о чем говорить, если без понятия. Эти исследования построены на том, что существо отстраивает пространство собственной реальности. Осознает она того или нет? Если... Ну, смотри, если идти еще глубже, да? И в этих исследованиях, да, я исхожу из собственного опыта. А в моем опыте я вспомнила и как я создавала контракт, и как я погружалась в утробу. То есть, у меня есть определенный контракт, определенная цель. Например, мне необходимо сделать это, это и это. Там, давайте прям так с моей жизни, да? Выложить в ЖЖ свой опыт, да? Надеюсь, что никто не вызовет скорую помощь. Создать ролики. Научиться при этом выходить на улицу, вашу мать. И потом сделать инструменты по нейронной алхимии, для того, чтобы каждый человек мог, смотря внутрь самого себя, все понять, постичь и реализовать то, для чего он пришел. Вспомнить себя еще, к тому же. Например, это вот те три вещи, которые я себе запланировала. Но фишка еще в том, очень важная. В нашем веке сколько у нас там? 7 миллиардов людей, да? Да. 6,5. 6,5 миллиардов людей на планете. Я не беру животных и всех остальных. Единство это, что мы все связаны одной большой сетью. И вот представим, 6,5 миллиарда существ, людей, они держатся за руки. Вы можете сейчас все взяться за руки? Вот как вот вы сидите? Ну, конечно, конечно. Ну, конечно, все легко. Ну, пожалуйста. Смотрите, как сложно идет. Нет, ну что это такое? А куда девушку принять? Так, тебе удобно сидеть? Вот, смотрите. 6,5 миллиардов людей. Это одна большая нейронная сеть, в которой мы держимся друг с другом, сотрудничество. И тогда капсул друг между другом нету. Хотя бы друг между другом их нету. Но что происходит? На данный момент на данный момент из-за четкого понимания, что существуют войны, голод, борьба за власть и так далее и тому подобное, вот вместо этой цепочки происходит вот такая позиция. Защищаться. Защищаться от мира. У каждого звена? У каждого, практически у каждого звена. Ну, я не имею в виду реализованных существ, у которых уже телесное понимание, что вот это не помогает. И вот представьте, отпустите руки и встаньте вот так. Пожалуйста, не опускайте руки. Встаньте в защитную позицию, сидя, просто поставьте руки. Просто напряжение можете испытать. Не обязательно поднимать, да, например. То, как защита, да, отлично. Уже вот так идет, да. Вот. Шесть с половиной миллиардов людей делают вот так. А теперь смотрите. У каждого из нас, у каждого из вас существует некоторый травмирующий опыт, который начинается еще с утробы. По запланированному плану, да, для того, чтобы научиться ценить некое качество своей силы. И вот у каждого из нас есть травматическая ситуация. Почему многие отпустили руки? Есть травмирующая ситуация, которая заставляет вместо вот так вот сделать, стоять вот так, очень четко, адекватно, целенаправленно, логично защищаться. Естественно, например, вот в этой ситуации я иду к своей мечте, я иду к своей мечте, я иду к своей мечте. И вот если я стою вот так, да, и у меня есть и осознанность, и преданность, и просто обалдеть, то вселенная говорит, ты явно что-то не понимаешь, руки у тебя не так стоят, как надо. И тогда у меня включается, извини, снова. Всякое влечение, да. Я подхожу сюда, и вселенная показывает, что мне необходимо сделать. Отпустить руки и сделать вот так. Не работает, видите? Круто. Вот, и сделать вот так. Это не значит, что необходимо вцепиться в этого человека, завести с ним отношения, родить от него ребенка, развестись, послать его на три буквы. Не это означает. Просто вселенная показывает опыт проживания, которого мне не хватает на моем пути к моей мечте. И вот я говорю, спасибо большое, я поняла, у меня снова сжимаются руки. Я такая остановлюсь, это привычка, да. Ты говоришь, это привычка, все нормально, сейчас я все пойму. Да, следующая жертва. В том моменте, когда я отпущу руки, поток через меня потечет намного сильнее, и вместо напряжения начнется легкость и радость, мотивация к моей мечте. резко пойдет очень сильная тяга по преданности к моей мечте. Я раз, два, а потом у меня где-нибудь там склейка, боль, и проявляется чувак, который на меня нападает. У меня, в общем-то, есть уже опыт вот так вот руки держать, да, но телесные реакции обычно очень сильные. И вот я делаю шаг, на меня нападают, и я закрываюсь, потому что нужно защищаться, например. Я защищаюсь, человек отпадает, я так и не поняла урок. Я не поняла, для чего мне дали эту ситуацию, когда я смогла просто, просто, очень легко протянуть руки. А здесь раз, происходит ситуация, конечно, там не такой красавчик, да, он такой, пьяный, в такой бутылке, как девушка. Вот. Первая реакция, ночью, да, в подворотне вот так встать. Иди дальше. Но фишка в том, что вот в этой зеркальной комнате, что мы проявляем, да, то и отражается. Вот что я проявляю, то мне и отражается. Если я становлюсь вот так, то, в общем-то, снаружи очень как-то шизофренически увидеть вот так. Мне говорят, у меня шизофрения, да? Ну, отлично. Моё понимание, шизофрения, это когда я стою вот так, а что там будет вот так? Я говорю, что такое? Зеркало, почему ты не показываешь мне то? Нет, скорее всего, почему ты показываешь мне то, чего я не показываю? Я не показываю вот так, я стою вот так. Причем, очень часто бывает снаружи, вы стоите вот так и говорите, вот, я такой хороший, я вас всех люблю, я вас всех уважаю, я реально генерирую благодарности, нежности, себя понимаю, но внутри, очень глубоко внутри, внутренним ребенком, я зажата и стою перед зеркалом вот так, в ожидании удара. Но я не хочу этого видеть, да? Потому что я очень сильно хочу к мечте. Я думаю, так, вот сейчас всю эту хрень надо сделать и благодарность там, и понять механизмы, и разные понимания, и вот я двигаюсь, 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 а вселенная говорит, ты себя очень сильно обманываешь, потому что это все на поверхности, посмотри глубже. А ты говоришь, не-не-не-не, глубже не нужно, вот я же вижу, что я вот так вот иду, это так классно, я вас всех люблю, так вот, обалденно, обалденно, тут появляется чувак, да, больной, пьяный, с бутылкой там, срезанной, говорит, девушка, и я могу в этот момент, что? Да, буквально, ну покажи мне, ты говоришь, ты любишь, да? покажи. И в этот момент я могу почувствовать, что на самом деле вместо вот такого жеста я сжавшись внутри все время, там, например, 10, 15, 12, там, 20, следственных моментов первой ситуации, сжавшись от боли и непонимания за что, все время нахожусь вот в таком положении. И тогда я четко в этой ситуации могу увидеть, вот мое настоящее положение, вот почему это отражается. Я не хочу смотреть очень глубоко внутрь себя, я не хочу видеть внутреннего ребенка, я не хочу чувствовать эту боль внутри, да, эту нежность, которую оттолкнули, эту искренность, в которой сказали, ты врешь, избили, и пришлось врать, чтобы больше не били, и применяли искренность там, на безопасность. и с тех пор больно, напряженно закрываешь больные места, и не хватает сил вот так сделать, потому что кровоточит внутри, ты закрываешь эти раны, чтобы выжить. то есть в своей работе вы будете доходить до таких глубинных моментов, когда там внутри очень сильная боль, там внутри кровоточит, и без благодарности вас просто выбросит обратно наружу. Нервная система работает на благо тела и сознания, если вы не готовы. Если вы не готовы, увидев вот это в отражении, сделать вот так, обнять себя, разговаривать с собой, не бросать самого себя, если вы не готовы к этому, если у вас идет реакция, и это внутреннее проявляется наружу, и вы дальше четко понимаете, что нужно защищаться, и вы пытаетесь идти к своей мечте, уже внутренне проявляясь здесь, да, и говоря, вот это не работает, это нафиг не работает, не буду я больше так делать, это страшно, то до мечты не доходишь, потому что начинаешь биться об вот это отражение, потому что здесь необходимо понять. И у нас здесь есть, по сути, каждый раз, каждый момент жизни, может, можешь уже опускать руки, можете опускать руки, кто еще держит, каждый момент жизни у нас есть выбор, огромнейшее мироздание, да, оно заботится о нас, с огромнейшей нежностью, трепетом, любовью и пониманием, каждая ситуация, которая проявляется в вашей реальности, несет сообщение, сообщение именно для вас, этот вот пьяный мужик, да, с этой бутылкой, это некое сообщение для меня, что я не хочу быть предельно искренней, сама собой, внутри, я не хочу, я так хочу эту мечту, что я не хочу смотреть внутрь, не понимая, что мечта снаружи, это такое же отражение, и чтобы она реализовалась, мне нужно очень быть глубинно внутри самой себя, чтобы это отстроить здесь, внутри, очень глубоко, а мечта, это очень глубоко в сердце, это дух сияющий в сердце, нужно очень глубоко внутрь себя уйти, там живет внутренний ребенок, искалеченная наша детская, да, нежность, искренность, любопытство, когда мама говорит, там, хватит беситься, у меня там, не знаю, голова болит, прекрати, вон иди там, взять и делать домашнее задание, это сопровождается, там, не знаю, шлепками, криками, или когда даже после этого всего мы подходим к маме или к папе и тянемся к ним с нежностью, проявляя свою внутреннюю божественную силу, да, они отталкивают и говорят, ты что вообще, иди там, занимайся своими делами, не мешай мне, идет травма на травму, травма на травму, вы уже скручиваетесь, да, и там в глубине, если в естественном состоянии не проявляется нежность, если в естественном состоянии не проявляется, это легкость, радость уже ладно, а именно нежность, здесь, внутри, в сердце, при работе с внутренним ребенком, нежность это маркер, то есть, если вы смотрите на мою шапку, ладно, на мою шапку еще легко почувствовать нежность, да, это моя шапка, там котики, вот табуретка вот табуретка это живое существо это часть мироздания которая дышит которая часть нас всех как любое другое дерево как любое другое существо и что мы делаем мы говорим это не живой предмет это тупо табуретка а теперь представьте что-то пятилетний ребенок вот здесь стоит пятилетний ребенок и вы говорите это не живое существо это тупо ребенок это просто ребенок какая травма будет у ребенка при этом при этом ощущении даже не том что вы говорите а что вы вкладываете при этом если для меня это тупо табуретка и вот в это это ощущение перенести на маленького ребенка то ты очень четко понимаешь разницу да кто не понимает эта разница поднимите руку кто не понимает разницу что все атомы клетки и молекулы в этой огромнейшем мироздании они живые как маленький ребенок маленький пятилетний ребенок с огромнейшей искренностью нежностью любопытством и когда мы смотрим на шапку на стул на кафель и просто проявляется что угодно обесценивание равнодушие сарказм цинизм или просто агрессия знаете когда берешь табуретку ха-ха куча злости да ха-ха пол это же просто табуретка а как часто у нас когда бывает агрессия чем мы делаем мы руками бьем а пол или об стены и плевать что это наши руки до плевать что это наше тело испытывает боль это же тело это же инструмент а у меня очень много агрессии у меня очень много ненависти я не знаю как по-другому с ней справиться да и поэтому я просто бью те части тела о мироздании чтобы мне полегчало если вначале при работе с собой маркер это легкости и легкости радость причем глубже вы идете созерцая мир то маркер это нежность очень тонкая нежность есть например я обычно озвучивают три вида нежности нежность нежность и жалости это когда в комнате находится вот вы заходите в комнату и видите неизвестных вам до этого маленького котенка взрослую кошку и здорово толстого чувака который живет бутерброд это желание восхала есть ли разница до к маленькому котенку что там все высокие ноты смотришь на кошку например да и тут же и гладишь без этого это взрослая кошка да такая классная мур-мур-мур отлично это было на чувака с бутербродом не надо если я занимаюсь реки всякими практиками я сделаю так там вы какая классно я тебя люблю и уважаю и принимаю твой выбор быть именно таким в это воплощение туда-то реально маниакальный психоз смотрите это классно я могу об инструментах говорить очень долго о механизмах я буду и сегодня чуть дальше и завтра говорить об инструментах и как работать но сама фишка заключается именно в том моменте что там внутри есть боль есть боль потому что мы какой-то момент перестаем воспринимать себя как вот этих самых пятилетних маленьких детей почему здесь вот такая разница когда есть для вас разница между маленьким котенками взрослой кошкой за здорового чувака я уже вообще молчу то это оно исходит из понимание что котенок беззащитный беспомощный слабый хрупкий то есть моментально вычеркивается вселенная из уравнения это существо и нежность к нему идет именно по моменту того что она хрупкая с ним нужно очень очень аккуратненько вот это вот понимание того что она хрупкая и она может в любой момент до сломаться как ваза который это не за там просто и там дохрена лет и она дохренища стоит и вот вы несете ее вам нужно принести 15 метров все выжить это долбанных 15 метров но вот это вот она столько стоит что я столько не заработаю за всю свою жизнь ни одну да и вы несете и очень-очень хрупко потому что если вы вдруг отвлечетесь или посмотрите какую-нибудь там красивую девушку или парня вы можете и уроните потом вы не расплатитесь за это да и здесь рождается очень такая вот состояние из того что вот это разобьется потом будет большая жопа и когда смотрите на котенка есть три виды реакции один я применяю 2 я применяю обычно к людям давайте так есть два вида реакции на котенка когда вы смотрите на котенка и вы понимаете что это маленькое беззащитное слабое существо ассоциируя это со своим внутренним ребенком ситуациями в детстве когда вы были таким же слабым таким же беззащитным а с вами начали поступать грубо жестоко не понимая что вы живое существо живое нежное хрупкое ценное существо и здесь вот будет именно такое утепути что коснуться даже как бы ты не буду его касаться просто такой вот великолепный вот просто вот и другая нежность когда другая нежность когда вы смотрите на котенка и видите его внутреннюю красоту и внутреннюю силу как а чё ржачно то до маленький котенок внутренняя красота и внутренняя сила реально очень смешно и вы видите не просто форму хрупкую маленькую который необходимо заботиться до которой необходимо там носить аккуратно там кормить относить в туалет закрывать дверь и говорит пизай давай быстрее как и я не хочу от тобой издеваться ты не заставляешь а потом выносить обратно аккуратненько аккуратненько как будто не только что не было шелка там то здесь вы смотрите на маленького котенка из полного понимания что раз это все одно ему одно сознание то вот это вот вечное сознание такое же как и вы воплощается в этой форме и вы способны видеть внутреннюю красоту внутреннюю силу себе подобного вечного существа в этой очень хрупкой нежной живой форме и и тогда нежной совсем другого качества во первых вы ее испытываете совсем другого качества во вторых уже не рождается до этого если вы видите внутреннюю красоту если вы видите внутреннюю силу автоматом идет уважение знаете это когда это редкий случай когда другой человек видит котенка подходит и говорит на мосты глубина уважение потому что вот это вот другое вечное существо но в этой форме и вот огромнейшая глубина понимания которое выражается в определенном движении и это я просто показываю эту качественную разницу между двумя видами нежности нежности жалости и нежность из внутренней силы и красоты есть еще третий вид нежности я его описываю обычно на людях и начинается он с момента той самой глубины и большой ненависти к себе когда в детстве смотрите у нас есть выбор у нас есть наша мечта стать космонавтом не знаю там быть писателем танцевать или еще что-то наши родители это не слышит и не понимают мы не коммуницируем а если коммуницируем то сталкиваясь с непониманием говорим а то ну нах да забейте вам не надо и мне не надо эти девушки на три буквы и здесь в детстве мы берем нашу мечту кладем ее в подвал закрываем и говорим пока до лучших времен и пару замков там остается нежность искренность любопытство огонь творчества что еще там остается искренняя радость опять та же самая легкость все осталось в подвале все осталось подвале что остается у нас здесь там мы выходим такие и здесь остается зверь который защищается потому что у нас здесь уже есть ненависть да я осознанно прячу все самое ценное все самое нежное все самое вот это вот невероятная внутреннюю силу и внутреннюю красоту я прячу сознательно в подвал чтобы у меня была безопасность или чужое внимание и чужое одобрение и тогда у меня начинает рождаться ненависть к себе потому что я внутри понимаю что без этой части вся моя жизнь превратится сопротивление в мучение страдание в боль в депрессию я это внутри понимаю но не хватает сил коммуницировать с родителями или с близкими для того чтобы не прятать внутреннего ребенка в подвал и вот у меня есть ненависть от этого сознательного отказа от всего самого-самого-самого крутого моя ненависть превращается к примеру к примеру в подвал и в подвале у меня двухклассник крути дитю во втором классе ему дали карандаши дали разукрашку до 10 альбомов 20 пачек карандашей точилку резинку сказали вали до лучших времен будет чем заняться здесь в виде ненависти у меня остается пятиклассник да и он готов глотку перегрызть но чтобы никто не даже не заподозрил что там у меня есть нечто очень ценное очень важно я не хочу чтобы никто это трогал я я не хочу чтобы кто-либо подходил к подвалу и трогал то без чего я не смогу жить то есть если сломать это то можно меня сразу в гробик на два месяца метра под землей тепло и тихо мне пофигу вы сломали вот это да и вот есть пятиклассник который готов полной агрессии перегрызть любому глотку и показать что он очень сильный он может защитить себя он может защитить свою нежную часть и он сделать это невероятно максимально качественно и не знаю вас ведет это в профессионализм но он не даст никому подойти близко к подвалу однако в этом моменте у нас есть еще девятиклассник который намного как это изобретательнее чем наша ненависть у нас есть ненависть до это ненависть при переносе ответственности за свое решение рождает механизм мести то есть это мама виновата это папа виноват это ссср да что там это время ставков че там еще короче виноваты всякие другие существа в том что я выбрала запихнуть все самое нежное и классное в подвал и тогда моя ненависть от этого сознательного выбора отказаться от себя ради безопасности внимания чужого одобрения моя ненависть превращается в жуткий механизм мести то есть мне там уже так больно внутри там маленькое дитё тут не больно она рисует все очень хорошо да тут душно и темно и одиноко все нормально поместью фломастер и карандаши и на некоторое время хватает здесь больно ненависть к себе очень 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 больно что я это делаю сознательно и эта боль при переносе ответственности создает вектор намерения вектор намерения разрушать в отражении любой намек на то что у меня находится в подвале чтобы я даже не видел это в отражении потому что мне так больно без этой части мне так невыносимо просыпаться каждое утро засыпать заставлять себя делать то что я не хочу что если я увижу это в отражении у меня будет такая ненависть у меня будет такая злость и и при этом огромнейшая боль и тоска я не хочу этого видеть и поэтому у нас появляется девятиклассник он изобретательнее он крутой чувак он говорит а на хрена ты столько энергии тратишь для того чтобы просто агрессивно да нападать на других чтобы они не подходили к подвалу и будь умнее ты видишь у людей есть их не высшие ценности да так не надо многого всего ты входишь в ихнюю близкую сферу доверия а потом видите высшие ценности просто начинаешь разрушать раз два три значит эти прекрасные фразы у вас да высмеивание цинизм обесценивание сарказм то есть четкое разрушение раз 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 и вместо четкого столба и стержня у вашего любимого человека появляется так потеря мотивации потеря смысла жить вроде как все нормально а уже все дерево она уже не так растет она согнулась его девятиклассник он говорит не надо этого всего театра слишком много энергии тратишь теперь мы тратим энергию на что на то чтобы притянуть этих людей к себе чтобы они в нас влюбились или чтобы мы им понравились а потом когда мы войдем в их не близкую зону вы просто быстренько раз 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 и не будет никакого у них у них у внутреннего ребенка нежности и искренности у них тоже этого не будет и все будет хорошо когда мы перестаем воспринимать себя живыми существами когда мы вычеркиваем вселенную из этого глобального уравнение подпи каким-то образом начинаем подразумевать что она хочет чтобы мы мучились что она вчера буханула сегодня нам не отыгралась да а завтра может быть опять нам не отыграется а вот в позавчера она на власть и отыгралась а кто знает к этому русская рулетка шесть с половиной миллиардов существа это к моменту о единстве когда через нежность капсула растворяется и боль которую вы начинаете чувствовать это механизм мести это ненависть к себе в ядре потому что ваша сила все еще в подвале ваша настоящая сила все еще в подвале давайте делаем перерыв потом я буду спрашивать кто что понял и будем дальше двигаться до чтобы не загружать просто информации